Сейчас у нас появилась хореография, мы уже как-то отработали стиль, выработали образ, который будем показывать, поэтому 50, даже может быть 70 процентов программы у нас уже готово. Ну, примерно так, на финальной стадии уже можно сказать. Ну да, последние 50-30 процентов намного быстрее пойдут, потому что вся база уже наработана и осталось просто вкатать, сделать хорошие элементы и, собственно, показать. Мы сейчас работали над короткой, как над произвольной, с Альбертом Галиичанином. Он был солистом в балете Бориса Ифмана, и он также с нами работает, чтобы мы могли чувствовать всю музыку, также эмоции. Все-таки фигурное катание – это и есть в основном балет на льду, и чтобы мы могли в полной красе представлять наши программы в хореографическом виде. Интересно работать не только с постановщиками ледовыми, но и с артистами балета, с постановщиками балета. Они меньше работают с фигуристами и могут внести что-то новое вообще в принципе в фигурное катание, какую-то идею, и чем мы сможем отличаться вообще от других. Сложно работать, конечно, с теми, кто не стоял на льду, потому что они предлагают какие-то такие движения, которые на льду в принципе достаточно сложно исполнить, но мы стараемся и получается иногда что-то очень интересное. С легкими элементами делаем, с элементами, с легкими, которые можете обязательно делать, чтобы вы понимали, где это идет. Раз! Ногами чуть активнее, чтобы попадать в корпус. В зале очень хорошо попадается. В зале нормально делаешь, площадку уже не хватает. Оно просто, когда в вальсе не музыкально, все. Ну, это уже... Развитый, получается, не четко, получается, не понимать, и все. Ну, сначала это было так скучновато, а сейчас как-то поживее. Как только они выйдут в музыку... Да, да. Раз! Раз! Да! Да! Ну, им прям надо сюда поехать. Вот прям просится после того, вот сюда. Да, да. Руки лучше, руки лучше, но мне нужна амплитуда. Молодец. Вот чувствуешь, Вань, вот почувствовала, Вань. Вот как только чувствуешь музыкально. У нас вот две новые программы. Для нас сейчас мотивация, наконец, доделать наши программы, чтобы они были в лучшем виде, чтобы они всем могли понравиться. Отличаются от того, что мы катали до этого. И короткое отличается, и произвольное. То есть два новых стиля. Это, конечно, добавляет нам сложности, но это интересно. Когда мы начали катать, было. Мы вообще... Короткое и произвольное, ничего не получалось, ничего не складывалось. Была паника, ссорились, ругались, как бы вообще. Это классика, наверное, постоянно. Особенно, когда ставишь новую программу. Один поехал не туда, второй поехал не туда. И как-то бывает на нервной почве что-то происходит. Шутили, что эсмеральду третий город поедем. Тебе в Тодосе нужно этой рукой немножко через низ делать. Вот ты делаешь, вот кто будет... Судьи, если будут высоко, они не увидят. У тебя вот так идет рука. Чуть вниз, вниз прям. Да, 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 да. Да, 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 да. Стой до упора. Вот он тебя бросил, там делать так. Стой до упора. Цвети! Раз! Раскрывай руки. Как будто ты хочешь пригласить кого-то в танец. Не просто так, а... Ребята, давай сюда! Это потом, это будет у вас приглашение к танцу, к вальсу. Всей, чтобы вся публика, которая придет, может, три человека придут, да? Мы их будем приглашать на вальс. Давай, 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 сюда! Хотим, чтобы всем понравилась новая программа, после всеми, конечно, полюбившейся эсмеральды, чтобы новую программу также запомнили и была у многих в сердцах.